Всем привет! Сегодня у нас солнце светит сильно. 13 октября. Ну не жарко совсем. Да, уже у нас холодно. Вон, пара идет. Ну вот, смотрите, вода же. Вот уже все. Уже минус 10. Лед. Лед уже летает почти. Вода замерзшая. Минус 10 по ночам. Курям будем делать теплую подстилку. Но я ее сегодня засыпать не буду. Чтоб я ее засыплю, когда они чуть нагадят. Вон, куры сейчас загорают. Сейчас где-то минус 5, наверное. Ну, я их выпустил, потому что солнышко где-то. Ну, минус 5 сейчас. Поэтому сейчас они у нас купаются. Последние дни солнышка, а потом уже мы их закроем на зиму. Пойдем посмотрим. Курятник. Закрывается прохладно. Ой! Осторожно. Не вписалась. У меня мучник вот здесь. Это для птицы. Его здесь много. Его здесь вот он. Это Амадинка. О, он зашевелился. Зашевелился, нет? Вот он мучник. Я его опять развел. Надо морковку кинуть. Я его опять развел. У меня он кончался. Ну, размножается долго. Сейчас видите, вот он полыхний. Вот он уже. Уже они как бы на ночь я их закрываю, потому что холодно. Уже они начинают гадить. Сейчас вот это вверх я сниму, уберу. В этом было сухо, потому что они были на улице целыми днями. Сейчас вот этот вверх уберется весь. Засыплю опилки, ну не знаю, сантиметров 30-20. Вот так. И потом, как они загадят примерно вот так, добавим бактерий. Вон укуры. Сейчас у нас часов 10. 12 уже. Какой 10? 12 даже обед. Короче, работают они. Вообще декалбы эти. Цены нету этим несушкам. Они несутся. Даже вот, если взять, вот сейчас они даже на морозе у нас ходят. И то они несутся хорошо. Ну, выпускаю их, пускай еще свежим воздухом подышат. Если холодно, заходит вовнутрь. Сейчас вот это все буду убираться, подготавливаться. Все, будем этапы все снимать, да, по-чуть? Не, ну, запилки засыплю, да. Как добавлять буду, я, конечно, сниму бактерии эти. Покажем. Посмотрим, как они будут работать. Сейчас здесь надо еще порядки наводить. За лето здесь только заходим, яйца собираем. Куры на улице жили. Ну, сейчас уже все. Сейчас уже начинается зимний стайловый. Стайловый, или как он? Стойло. Период, когда... Полгода теперь будут здесь жить. Да, да. Курятник мы отремонтировали. Стены, кто смотрел, опилки, стены упали. Эти. Опилки осели. Я их заполнил опять. Вентиляция уже в некоторых местах. Вот здесь у меня очень много вентиляции. Раз, два, три. Шесть вентиляций. Сейчас уже, так... Четыре закрыто трубы. Две еще работают. А четыре трубы уже закрыты. Ну, все. Сейчас буду заниматься. Сегодня у нас воскресенье. Сегодня надо засыпать им опилки. Снег еще у нас... Если снег уже выпадет, он уже сляжет. Поэтому надо... Опилки лежат на улице. Сейчас надо их занести, чтобы они уже эти опилки обсирали. Как немного загадят, добавим бактерии. И в зиму будем смотреть, что будет происходить. Ладно. Увидимся попозже вечерком. Режем уточек сегодня. Я пока убираюсь в курятник Эльмира. Режу его, так она их отделывает. Сейчас я их буду... Она чистит. Я сейчас их буду разделывать. Заказали. Сегодня надо опять шесть штук зарезать. Ну, идемте курятник покажу. Потеплело сейчас немного. Щеглы. Щеглы летают. Но лед все равно. Лед у нас... Сейчас видим, плюсовая температура стала. Вон, корочки греются. Греются сейчас. Перепила вроде бы не мерзла. Но вот сейчас должны уже на днях... На днях уже должны привезти яйца. Буду закладывать инкубатор. Вот у нас все чистенько. Старое все убрал. Вот, закинул уже свежих. Ну, такие здесь валялись. Я закинул. Здесь вроде бы сухие. Распотрошил их и растормошил. И это... Сейчас все будем засыпать свежими опилками. Ледочки я уже собрал. И еще не донеслись. Там надо еще в гнезда опилки понакидать, чтобы почище было у них. Ну что, все. Уток режем. Вот яйца. Малички. Сейчас еще нанесут. Все, пойдем дальше. Сейчас будем засыпать. Вот этот. Вечером уже покажу, что как получилось. С курятником еще разбирайся. Вот сейчас зарезали уток. Сейчас покажу быстро. Уточки, видите? Уточки им где-то 2,5 месяца этим уткам вообще. Вот уточки выходят вот... Не бери, да не надо. 2,900... Это стала маленькая была, по-моему. Да, уточки это, поменьше селезни. 2 утки зарезал и 3 селезни. Так, 2 утки и 3 селезни. А эти уже селезня... Там один крупный 2,400 был. Да, короче, они уже... Вон тот, да? 2,400. Тот, да. Этот 1,900 тоже был. Сейчас вот селезня такого. Наспасованный с ценниками. Да, уже с ценниками уже все. Вот 2,450 даже. Ну вот, и жирок есть, и мясо есть. Ну жир, вон и мясо, и жирок. Я вообще вот так люблю, очень вкусно. Их тушить вообще вкусно получается. Именно за счет жирочков. Вот 5 желудков, 5 штук зарезали. В общем, получилось 10 килограмм. Так, 8,400 и... И 2,300. Ну отдали. 8,400 и 2,300. 10,700. Ну 10, да, 5 уток вышло, 10,700 килограмм. Ну в среднем 2 килограмма утка уходит. Да, еще у нас там охотит 10 уток. Вот, считай. Где-то килограмм 20 еще мясо там охотит. Поэтому их тоже будем резать. Сейчас привез перепелиные яйца. Буду закладывать в инкубатор. Ну сейчас пойдем этот, покажи курятник, как я приготовил этот. Пол готовлю еще. Не успеваем времени. Темнеет рано, видите, уже 7 часов, по-моему, уже все. Уже у нас темно, блин. Сейчас надо пойти еще. Солнца уже нет, сейчас через 15 минут станет темно. Да, не холодно, все. Солнце ушло, холодно очень. Уже мороз ударил опять. Все, уже утки вон все сдубиняют. Ну все, ладно, сейчас сматываемся, пойдем в этот курятник. Вот мы в курятнике. Уже у нас поздно, часов 9-10. Короче, начал я засыпать опилками. Правда, еще засыпать да засыпать. Вот, видите. Сейчас мы наполним еще. Здесь я где-то мешков, вот в этих двух отделениях. 15 мешков я засыпал. У нас сегодня очень был насыщенный день. Такой. Яйца привезли. И уток резал. Короче, очень много делов сегодня я делал. То туда, то сюда. Не до этого было. Ну и вот, засыпал 15 мешков. Сейчас, завтра, послезавтра я досыплю еще. Ну мешков еще, наверное, 20-30 я сюда засыплю. Уже будет нормальный слой. С опилками, слава богу, проблем нету. Я строил дом. Ну, летом понавозил опилок. И это. Ну, мне сейчас этого хватает. И потом, когда они уже загадят, я добавлю, вот я уже купил вот такие бактерии. Вот он, биолактик. Я и попугаем беру. Это, по-моему, что-то на 25 квадратов, вот этот, мульти-25. Вот из биолактики, я с этой фирмой, эти F500 я беру, пробиотики. Присыпку для гнезд попугаем беру у них же. Ну и взял и решил тоже попробовать у них же, потому что те работают. Решил попробовать вот эту подстилку. Короче, вон, что написано. Натуральный продукт, вот это 100%. Натуральный продукт, вот он. Устранение запаха, тудем-судем. Ну, попробуем, попробуем. Обязательно я буду снимать. Я уже пользовался бактериями до этого. Ну, а те были, не знаю, мне тоже подписчик присылал. Я им пользовался, вроде бы работали. Посмотрим, как эти будут работать. Эти уже есть, где точно я брал, если кому надо. Потом попробуем, а потом пишите, звоните. Кому надо, адрес дам, покажу. Подскажу, то есть. Ну, ладно, как буду запускать, я их сейчас запускать не буду, потому что опилки сухие, говнам помета мало. Надо, чтобы они набрались. Сантиметров 30, по-моему, там по инструкции. Потом уже смешаю я с опилками и будем смотреть зимой, как они работают. Многие, кто за, многие, кто против. Ну, короче, у кого как они. Я понимаю, вот если, если где-то на югах жить, если куры гуляют на улице, и курятник сухой, там, я думаю, они не нужны, потому что потилка там сухая. Ну, кто же держит в Сибири, кто держит в Сибири, с 6 месяцев, вот так они закрыты, то это жесть. Если, если бактерий этих нету, здесь просто, да устанешь убирать помет у курей. Это я, это я по себе знаю. Это просто здесь, а вообще хана будет. Это надо будет здесь тоннами убирать этот помет. Поэтому бактерии, это милое дело, особенно, кто держит вот постоянно в помещении. Ну, ладно. Куры, да, спрашивали, что куры грязные. Куры у меня сидят на отходах столовых, помоях. Они в них пачкаются, поэтому куры грязные. Если бы куры бы, если бы куры бы ели бы зерно и комбикорм только, конечно, они были бы все чистые и белые. Но так как они лазают в этих кашах, они, это масляные каши, они пачкаются. Есть грязные, есть более-менее чистые. Ну, это, это, это ерунда. Главное, они не слышатся хорошие. А какие они там? Они просто белые, за это сильно грязь заметно. Были бы каким-то другим цветом, этого бы не было видно. Было бы видно. Поэтому, поэтому, они у меня такие грязноватые. Ну, это ерунда. Главное. Это Москва, это, 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 папаша вот на Легорн, мамаша была Загорского села. Вот они вот такие. Белый цвет вообще у курей доминантный. Если там вот даже были московские черные, вот здесь вот тоже есть две курицы от московских черных. Чисто черные мамашек, курицы, там пару, 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 пару перышков черных есть. Я говорю, белый цвет доминантный у курей. Ладно, все, спасибо за просмотр. Сегодня получил яйца. Это красные шапочки перепелов. Какая-то немецкая там линия, с Москвы или с Омска, их сегодня привезли. Вот пойду сейчас закладывать инкубатор. Сто я яиц взял. Посмотрим, что вылупится. Потом покажу. Перепелов надо менять, уже старые. Сейчас покажу. Вот, они перепела, они тоже по вечерам едят кашу. Рыбные хвосты. Это то, что они съесть не могут. Это отдастся собакам. Яйца собрал. Ну, вот еще яйца несут. Они уже старые. Их надо всех менять. Две клетки. Я даже не знаю, сколько их. Ну, около 60-70 здесь и есть. Сейчас вылупится молодняк. Подрастет этих всех, я уберу. Ладно, все, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.